привет друзья с вами первый образовательный алкогольный канал меня зовут игорь черский моего сына зовут миша привет здравствуйте продолжаем обзор игристых напитков которые в нашем народе принято называть шампанское и на сервис я взял шампанское винлабе скажу сразу что это по моему был первый случай когда я делал заказ потому что я пошел сначала на сайт виллаб смотреть цены вот и там это на самом деле было делать гораздо удобнее чем потом когда я приехал в магазин и просто сказал себе большое спасибо что я додумался заказать на сайте магазин был просто тупо весь заставлен ящиками просто весь между ними как-то лазили две вообще измотанные девушки вот и там бы вот просто вообще не снять было бы ничего не не найти потому что ну вот так вот у них все это организовано вот она сайте как раз дико удобно я вам сделал скриншот сценами вот все будет видно сколько стоит и видны все скидки и так далее и тому подобное да папа еще говорит заказал вот винлабе 6 шампанских ну я жду курьера жду а вот только сама вывоз нет доставки ну конечно нельзя когда потому что меньше же у нас законов не знает у нас по закону до сих пор запрещена доставка алкоголя нам все обещают что наверное когда-нибудь разрешат почта россии будет там по предъявлению паспорт еще что-то но радуемся что самовывоз разрешен до самого разрешен это реально удобно и сейчас особенно важно экономить время которую проводите в магазине потому что ну там и больные покупатели приходят которые кашляют чихают и продавщи скупают все до больно и продавщицы тоже соответственно тоже покашливают да начнем по и жан поль шинек и смотрите жан поль шинек нам запомнился кривым горлом да вот это была придумана легенда пизанское горло ну ну она была чуть-чуть наклонена была придумана легенда нашими кстати маркетологами о том что значит какой-то там поставщик двора людовика 14 значит должен был опыт и тоже какому-то нового года вот поставить огромную партию вина а бутылки значит ему случайно их испортили эти стеклодулы да и они вот все были с гнутыми с наклоненными этими горлышками но он придумал как выкрутиться когда он поставил эти кривые бутылки значит вашему величеству и тот сказал что это за хрень ваше величество просто бутылка склоняет голову вот перед вашим соответственно так мы опять затянули вступление я как раз хотел рассказать про жан поль шинек короче все его прекрасно знают эта бутылка не гнутая но на этой бутылке я обнаружил вмятину вот вот тут справа вмятинка вот ну вот она до ее кстати удобно держать причем он с одной стороны то есть кривизне они своей не изменили значит у нас это соответственно франции брюд вот но есть нюанс сейчас я вам расскажу значит год урожая 2020 место происхождения винограда лонгидок россион франция состав вино из сортов винограда айрен три бьяна макобея парильяда то есть четыре сорта здесь объединены вот и соответственно объемная доля тилос пирта здесь 11 процентов дата розлива 10 августа двадцать третьего года вот сейчас попробуем этот брютик вот кстати я заметил что брюд у нас сейчас пользуются но наибольшим спросом то есть но это растет уровень да то есть все таки не полусладкая да то есть ну по просмотрам например до съемки про брюды они вообще выходят на первое место это хорошо это растет значит ваш как бы уровень ну и опять же да замечу что вот эти все брюды они гораздо лучше сочетаются с большинством новогодних вот этих закусок у вас на столе до чем полусладкие видит так сейчас попытаемся открыть так как у нас уже они стреляли вот так ну вроде как папа нормально такая гуманная газация так давай этот эффект наш когда звук идет а наливается потом после звука вот этот попробуй не налить а именно звук просто сделать одни то из этой бутылки не получит это мы с тобою было просто и наклонил как-то она же кривая и с одной стороны больше знаком да нет не нормально так на первую очередь стоит отметить цвет нормальный вот такой соломенный такой светлый светлый почти белый цвет да это значит что из качественных вин не состаренных да они вот вот мы пробовали в прошлом выпуске советское шампанское полусладкое да но там оно было просто такого уже как бы желто темно желтого цвета и понятно что было из каких-то очень старых и уже как бы умерших вин здесь все хорошо тонкий перляж кстати надо отметить то есть франция это франция вот и теперь что у нас в аромате миша что ты чувствуешь но дюшес дюшес да такие яблочки груши очень приятный цветочный аромат немножко булочкой пахнет мне кстати еще прилетело что я употребляю булочка бриошь да потому что какой брешь мы живем в россии называть булочки из наших булочных а то у нас бриоши нет люди но вы как бы тоже немножко это крыши окончательно не уезжайте за моргом да люди под дочь похоже есть россии бриоши и что и ничего страшного в них нет так ну ваше здоровье так миша опять же как-то держи бокал надо вот так да так и чокаться надо середины середины он лишь какой ваших волшебным мотель разочеркнулись будто бы ваш здоровье ну по вкусу как кожура просто вот знаешь яблок да вот я не знаю что-то между яблоки и винограды и кстати да кстати яблочная кожура вот именно кожура миша кстати тут точно очень сказал немножко леденцовых ноток ну вот но но такой симпатичный вкус ну вот хотя ну не знаю ребята я бы вот честно говоря вот не самое лучшее что я пробовал вы меня сейчас конечно убьете но я опять сейчас буду топить за наши любимые соответственно кубань вино и москака которые были у нас прошлых выпусках и да и за дербент вино который делает эндемы дикаспик и другие вот но принципе дело вкуса но опять же если вам нужно чтобы на столе стояла франция да и чтобы это была франция которую помнят и любят ваши ровесники если они мои ровесники тоже они это же пеше помнят еще с пересрочных времен то вот пожалуйста вот и ну соответственно я брал по скидке без скидки она стоит я сейчас посмотрю я сделал скриншот своего заказа на сайте значит без скидки она стоит извините меня 1220 рублей а со скидкой 702 вот поэтому ну в общем так цена кусается но зато следующий у нас будет дешевая следующий у нас будет грузинская значит производит его старый тбилиси ну вот и она тоже по акции по акции я его взял за 450 а без акции она стоит 843 вот так что ловите акции вот я всегда призываю смотреть не на цены там да на акции потому что в разных городах в разных регионах а венлап это крупная сеть на предпредставлено в разных городах да могут быть ходить свои места в два раза уменьшилась да если совершенно не обязательно будет только венлапе да это может быть и в других магазинах так что гуглите и покупайте там где на это цена ниже и кстати у нас есть группы напомню да самая популярная в телеграме а также вконтакте вот мой канал на цене где вы тоже можете делиться своими находками что вот там видео у вас ролики вот лану расплачивать остальных тоже туда заходить в этот магазин который там нашли да и вы вы можете земляков радовать до выложили в группе да и тут же находить их потому что вам тут же будут писать люди которые о да я тут же был так глазами и так старый тбилиси вино игристое белое брюд год урожая 2022 место происхождения винограда регион кахетия грузия состав вино и сорта винограда аркацители так дата розлива 19 июля двадцать третьего года так и алкоголь 12 12 процентов хорошо так где у нас тут это на вон опа хлопок дымок все красиво так это мы выкидываем так давай так ну видишь совсем другие пузырьки вот прям сразу другой перляж но и нужно тексты вряд ли это классический метод немножко желтее сейчас сравним так сравниваем вот у нас франция вот у нас будет нет она кстати по цвету почти такое же но не перляж другой вот перляж другой да там вот до сих пор тоненький да и кстати это тоже говорит о качестве да жан-поль шине вы помните да чтобы когда у нас были всякие дешевые образцы сомнительного этого происхождения да то там перляж заканчивался ну не знаю секунд через 30 после открытия бутылки и все и больше там не появлялся здесь кстати поприятнее аромат будет тут скорее такое уже яблочное повидло я бы сказал но очень интересно так ваш здоровье дорогие друзья твое здоровье другой миша о замечательный звук так ну и какой тебе нравится больше я не помню как называется такой порошок продается кислая шипучка такой порошок продается много сладость такая ну не знаю но ну вообще вообще ну да тоже такие леденцовые нотки тоже яблочко кожура яблока ты кстати заметил но давай сравним я не говорю это какая кожура яблока ты про прошлое говорю ну жан-поль шине конечно поблагороднее будет по элегантнее но он просто кажется таким взрывным то есть вот пробуешь он но так вот у тебя не но оба вполне симпатичные вот может быть грузинский чуть-чуть более такой тяжеловесный такой более такой основательный я говорю больше в сторону джема да чем свежих яблок вот яблочное повидло такое вот цветочки какие-то вот но в целом вполне нормальное вино вот особенно там за 450 рублей вот это как бы дешевле чем за 702 если у вас есть в семье фанаты грузинских вина опять же старшего поколения то можете их обрадовать принципе вполне достойный продукт так а мы движемся дальше у нас уже брют который у нас был который подбирал лично татьяна сельванова то есть по идее проблем никаких быть не должно но мы проверим да потому что у нас все время ходят случаи что все в этом мире портится да если раньше был хорошим то вот сейчас она может быть уже не очень хорошим так почему какая там была скидка почему я его брал сейчас я вам расскажу так значится игристая патта негра кого белое брюд его цена без скидки восемьсот семьдесят шесть рублей а со скидкой пятьсот восемьдесят пять значит то есть она нечто среднее между вот этим вот этим по деньгам так и это у нас год урожая двадцать первый происхождение винограда регион кава испания вот и соответственно состав вино и сортов винограда макабео шерело прияда вот и доля этилового спирта одиннадцать с половиной дата розлива у него 1 сентября двадцать третьего года смотри макабео парельяда у нас кстати было здесь но здесь еще айрен и промаха репьяна да не айран миша иран это другую хорошо сейчас сравним почувствуем разницу пока они у нас все открываются ну достаточно успешно интересный кстати аромат гражданой крейкер вряд ли не играет но тут слабее аромат нету яблок пластинки есть такие зеленые кислые да 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 ну вот скорее какую-то яблоко уже которые прям коричневые вот вы там ходите они все симпатичные вот мне пока кава нравится больше всех поэтому кава это третье да вот эту третье да поэтому каву я оставлю так а у тебя пока твой лидер кто же больше нас поскольку а из прошлых москака и кувань вину понял покрыть новый у нас есть мини спойлер наша мама сходу сказал что лучшим будет вот это меня жаба я взял маленькую разницу дома а никакой нет я я отмечу что вот этот малыш даже вот этот крох крош грамм как на стакан да вот он стоит я вам скажу он стоит 315 рублей это по скидке без скидки стоит 532 рубля вот эта маленькая бутылка вот и в общем конечно это больно и так значит 315 рублей за нин просекте вино игристые белые блюда год урожая 2022 место происхождения винограда регион винета италия сорт винограда вера уфтенка есть 10 процентов дата рогового 5 сентября до 322 руб я напомню что у нас уже были маленькие бутылочки это было кубань вино и они в красном и белом стоили 107 рублей а нас с мюзле и если если да ну нет тут мюзле нет тут такой же винт кстати как кубань вино да но я просто скажу что мы брали кубань вино там не было скидки она стоила 107 рублей за бутылочку а это без скидки стоит 517 то есть в 5 раз дороже ровно чем наше кубань вино сейчас сравним насколько оно лучше так а какой я хотел освободить ну допустим вырывать не хочется потому что у нас сегодня все вины хорошие а вот рот я прополошу раз уж мы сейчас шедевр будем пробовать так оно не стреляет так тебе сюда соответственно ну-ка достойно ну достойно перляж такой средний я бы сказал не самый тонкий не на 500 рублей ну видимо поэтому скидкой он стоит 315 так и вот что удобно да можно завинтить пробку это единственный бутыл который может завинтить пробку да и мы закрыли и закрыли так ароматику оцениваем цвет цвет вина такой же такой же нормальный то есть она не не из-за каких-то просроченных все хорошо аромат тоже я бы не сказал что прям синий такой ярко выраженный достаточно слабенький ну вот тоже почти нет не знаю с чем связана такая технология вот но оценим вкус ваше здоровье чтобы у вас все было в новом году хорошо ну вот скажи мне миша ты реально считаешь что она прям лучше всех ну в этом выпуске да но вообще в принципе ну в этом выпуске да но вообще на планете нет мне кажется слушай мне оно вообще понравилось меньше всех предыдущих я уже не знаю почему но какое-то оно ну оно какое-то пустое ну ребят но оно какое-то водянистое ну знаете либо это для каких-то уж очень тонких ценителей которыми мы с Мишей не являемся но очень слабый вкус тоже наверное что-то такое яблочно может быть с нотками кураги с чем-то еще таким но ну такое не знаю может быть может быть какой-нибудь дорогой шампанское но такое должно быть не ярко выжижено я не эксперт я крайне редко пил всякие там дом периньоны и так далее дом периньоны я правда однажды пил три дня подряд когда меня вместе с Игорем Свердюком пригласили на презентацию какого-то нового дома периньоны мы пили три дня разные дом периньоны вот да действительно они были классные вот я больше боялся привыкнуть слава богу отпустил потом бутылочка стоит 40 до 50 тысяч сейчас это как бы больно ну ребят ну вот какое-то оно для меня пустое невыразительное вот и пока вот у меня на первом месте вот это кава пата негра который своими рекомендовал Татьяна Сельванова так нам нужно освободить а ты ты вот это сливаешь на хорошо ну может и кстати прав я тоже купаж сейчас сделаю а потом попробую купаж который должен оказаться вкуснее всего потом соджи добавим нет соджи мы не будем нет сегодня у нас пока не было настолько плохих виншу их надо исправлять при помощи соджи но вообще такой метод есть напомню у нас во-первых был обзор соджи который теперь делают в России это корейская фруктовая водка крепостью по-моему там 13 градусов вот и если вам не нравится вкус игристого вина или вообще любого вина вот туда можно добавить соджи вы получите двойной эффект во-первых оно стоит вкуснее во-вторых появится потрясающая ароматика а в третьих по шарам даст так что мама не горюй то есть у вас мало выпивки да но хочется чтобы был эффект используйте соджи соджи наш российский соджи в магазине продается за какие-то типа 160 рублей я уже не помню какие-то очень гуманные деньги корейский стоит там 500 чем-то или больше так где мы а у нас опять франция да у нас опять франция и на сей раз кстати у нас моносорт потому что вот здесь у нас был купаж из четырех разных сортов винограда здесь будет один сорт значит да я забыл сейчас вам зачитаю по этой штуке значит у нас это пол ремень им так и это значит без скидки он стоит 666 рублей число дьявола вот а со скидком стоит 441 вот то есть я его взял за 441 вот и это у нас тоже франция вот год урожая 21 значит и сорта винограда ай рэн так значит изготовитель патриарш не знаю то что такое объемы доли делу спирта тоже 11 процентов дата розлива 13 апреля 23 года то есть розлив у него старше предыдущих эти эти все осенние так хорошо так где у него это язычок язычок он слева а это он да это он это он это он это он наш французский язычок так ладно вот она выстрелит ну потому что ну она может потому что она дождь всех стояла прям больше ну в этом мюзле прям втирается вот так вот ты умеешь не пугать буду снимать вместе с мюзле да если боишься бутылка стрелет может снимать вместе с мюзле да миша был прав действительно оно могло пальнуть сильнее чем предыдущие так социально ответственно перед микрофончиком держи так цвет тоже абсолютно нормальный вино абсолютно хорошее качественно если хотите знать как не должно выглядеть вино посмотрите предыдущий выпуск из пятерки так но перляж тут а ну не кстати нормальный нормальный такой тонкий перляж ароматик кстати очень похоже на ароматику жан-поль шене вот французы видимо это любят да то есть немножко такие медовые опять же булочка та же самая свежевыпеченная дыня да ну вот это поинтереснее да это прям прям хорошо торпеда я забыл как называется дыня торпеда да ваш здоровый дорогие друзья ура ну как тебе ну как бы ну нету именно вот этого пока у меня так сказать не колючим она не короче но я забыл просто предупредить мы перешли в категорию полусухих это как раз полусухие вина и я очень рад что миша уже полусухие не радует то есть миша он если я например задержался в развитии лет на 40 то есть лет 40 или больше да я пил полусладкий вин и думал что ничего лучше в мире не бывает да и только соответственно эксперты и денису дэнка это не селиванова юрий юдич все эти прекрасные люди они мне открыли в мир настоящих вин вот а миша он образовывается раньше у нас же образовательный канал вот и я надеюсь что он будет лучше меня разбираться винах не знаем пойдет он учиться на сомеле я я был конечно отправил потому что он тонко чувствует мы тогда вот я хотя нет хотя мы сначала мишу отправили учиться на программиста он сейчас заканчиваются кошмар ну проблема в том что джитль и никому не нужны джукин и это как раз программист которые выучились на программиста вот и проблема в том что они не могут найти себе работу это бред да потому что вот молодежь да я его распил да чтоб стал программистом приносил пользу родине до IT ему некуда у него больше да кстати смешно сказал айти ему некуда ну это ему нет да потому что где я только не спрашивал, когда они спрашивают, а где он работал, у кого у него опыт, нигде он колледж, а ну все нет, извини, джуны не нужны и куда, где ему практиковаться их почему-то, их прославленный колледж который там сотрудничает с всякими роскосмосами, там с авиацией разной он большую часть отправил на практику в арбитражный суд, ребят, где арбитражный суд и где вообще, собственно в общем, как-то все это грустно вот, если у кого-то есть идеи, куда устроить джуна буду очень признателен, да, потому что ну как-то не хочешь, что он работал непонятной организации, и не по специальности будет обидно, ну или пойдет учиться на сомелье, да? так, мы отвлеклись так, что мы делаем сейчас? мы смешиваем вот эти два и получаем хорошую шампану подожди, дай-ка я его еще попробовал ну вот, кстати, это прям идеальный вариант для тех кто вот уже уже отлюбил калуфатки, да, но еще не пришел к сухим, к блюдам ко всем вот этим, да, то есть вот это полусухое оно прям, ну такое, оно вкусное оно реально вкусное, оно такое вот, но его уже под оливье, там под сациви, вот это все, оно не пойдет да, его можно там где-то с десертами, там с тортиком, вот еще чем-то уже оно сладкое, да, оно сладкое вот, но интересное, колючее, ну то есть в Франции есть Франция, да, вот, но опять же я за Францию, когда Франция стоит гуманных денег, то есть до тысячи, да сколько Франция начинает стоить 5, 7, 47, еще сколько туда, все, все, я туда не лазил, нет мой предел, ну максимум, я не знаю ну, за вино, ну вы мне, ребят, просите, но я выше 1200 рублей не поднимаюсь вот хоть режет меня, да, не дошел я до этого, потому что, как только начинаются 1200 рублей, я понимаю, что я добавлю еще 200, куплю свой любимый виски тичерс который для меня гораздо лучше всякого вина который стоит, бог знает сколько, и которого мне хватит, там, не знаю, очень надолго так, и финальная у нас история я специально оставил самое бюджетное на закуску, чтобы досмотрели до конца это же дешевое, в смысле? Да а как вогю дешевое? Что? а почему вогю это дешевое? ну, не вогю, вогю это мясо, Миша, а вог это мода вог это не только модное, это еще модное слово а я думал, как раз мясо тебе был рейнджровер вог, был очень крутой рейнджровер вог я на нем доехал из Москвы до Караганды это у нас был автопробег, даже журналист мы ездили встречать наш космический корабль нет, очень комфортная машина, прекрасно едет все, так вот, я вам сейчас скажу, сколько это стоит вы будете приятно удивлены значит, без скидки вог белое полусухое тоже стоит 572 рубля а со скидкой 287 рублей так, почитаем, что это такое за вог значит игристое, полусухое, белое год урожая 2022, происхождение винограда России Таманский полуостров так произведено из винограда сортов бьянка, цитронный, макрача, шардоне, рислинг так, и у него, у него, значит, дата розлива 22 ноября то есть прям вот совсем свежий розлив так, сахар у него 10-12 ой, сахар, извините, 25-40 спирта от 10 до 12 процентов сейчас попробуем но, 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 я вам не прочитал самое главное я вам не прочитал самое главное что изготовитель, о, кубань вино то есть, и тогда сразу, сразу можно ожидать что при не самой высокой цене мы можем получить хорошее качество но мы это сейчас проверим так, сейчас я сниму фольгу да нет все точно так же да, ну, 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 да да, ну, ну, да так вот, ты, кстати, заметил, что когда ты вроде как вылил все, да и когда оно постоит то там образовывается еще несколько капель да, потому что это меня алкоголики учили что никогда не выбрасывай бутылку сразу потому что там еще вот когда стечет еще будет там сколько-то капель которые надо допить и только потом уже выбрасывай важнейший момент надеюсь, что он тебе никогда не пригодится в твоей жизни так 10 будет вот когда доливать шампанское и ты говоришь до вступления пены там что-то такое требуется долива пива после отстой пены но, Миша долива шампанское ты их не так уже сегодня прилично выпил да я просто это просто так меня постоянно обвиняют что я спаил у ребенка так, ну, кстати, цвет тут вообще абсолютно белый то есть прям свежее 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 вино свежее 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 Не знаю, сложно что-то учить, очень сходно Но это потому, что у тебя уже шестой бокал, да? Да нет, вообще, в принципе Ну, есть аромат, прям не безумно ярко выраженный, да, потому что мы уже много раз убеждались, да, что самый ярко выраженный аромат, это там, где ароматизаторы, да, и там, где вино или настойка пахнет, типа, если оно там, например, банановое, то у нас прям запах натурального банана, такого никогда не бывает Это значит, что там ароматизаторы Здесь ароматизаторов, естественно, нет Ваше здоровье, друзья, будь здоров Да давай по-другому Хватит уже так чокаться Все, звук был Что ты делаешь? Вот эти донышки Я не знаю, звук, это звук Вот видите, Миша, лучше сломать Очень многие Это же вот это рецидив школы Я в школе все хотят сделать на злоучителю Вот учитель говорит, что надо делать так, а он сделать наоборот Вот, соответственно, мудрые эксперты, да, учат, что надо чокаться вот так, значит, вот Шпаги скрещивать, там еще же Не Миша щекает у дона, лишь бы вот на зло Что значит на зло? Мы все время как надо делаем Все, хорошо, мы сделали как не надо А можно так? Да Ну, что ты скажешь по поводу вкуса? Ну так что? Я не знаю, а зачем ты дорогое покупаешь? А это как раз не дорогое Это как раз самое бюджетное Я в том-то и деле спрашиваю, зачем ты покупаешь остальные? Когда есть Кубань вино, да? Нет, никогда есть Кубань вино, просто какое-то сформировалось впечатление, что только дешевое, хорошее А богатое, что-то непонятно, кислое Друзья, я думаю, что мне уже пора становиться брендомассадором Кубань вино Потому что я постоянно, да, оно у меня выходит на первое место Но, ребят, это заслуженно, понимаете? Там потрясающая команда виноделов Там огромный собственный виноградник Там потрясающие технологии, да? Если хотите посмотреть, как это выглядит, у нас с Мишей летом выходил видос, где мы на поезде объездили пять виноделин, да? И там отовсюду ездили И мы как бы не строим, чтобы они всегда героями входили Вот, у нас же была идея, что вот это хорошее будет Да У нас был выбор от Татьяны Селивановой Да Мы не выстраивали ролик, чтобы Кубань вино победила Но она победила Да, и уж точно сложно обвинить в ангажированности Мишу, потому что Миша всегда за правду И пьяный Миша, не допивай, пожалуйста Хорошо Я не буду, тут невкусная вина Так вот, друзья, ну, во-первых, это не последний выпуск про Игристые вины в этом году Будет еще один Вот, я надеюсь, что... Я надеюсь, это не угроза для вас звучит Будет Снегурочка, вот, будет все по красоте Вот, но, знаете, вот на основании всех предыдущих выпусков А это уже 20-й, да? Я могу сказать, что в любой непонятной ситуации выбирайте Кубань вино Оно же Шато-Тамань, потому что это, как бы, беспроигрышный вариант Вы точно не ошибетесь, там точно не будет гадость Это будет стоить гуманных денег В чем мы сегодня убедились Но кроме, кроме, соответственно, вот этого Вога, да? Тебе еще что понравилось? Я прям помню, знаешь, есть такая картинка с Исусом Что-то такое, там, где его закидывают какими-то камнями Что-то такое Они его ненавидели, потому что он говорил им правду Что-то такое Ага, ну, есть такое У нас также комментаторы сейчас будут про что-то Тамань писать Слушай, комментатор уже не будет, потому что те люди, которые меня смотрят уже 5 лет Они уже давно распробовали, что только Тамань, они со мной согласны Какие-то новые, залетные, ну, не знаю, они не поверят, попробуют и тоже согласятся Хорошо, чего? Твои вина, которые тебе понравились, назови Я бы вот эти вместе покупал и вот в одно вино объединял И вот это тоже хороший вариант Ну, короче, как бы бюджетнее Миша это будущий мастер-купажат, да, так что Разморить его кандидатуру не только на программиста, но и вот на мастер-купажат Разморить Да, ну, рассмотрите А что скажу я, да, значит, на первом месте у меня вот это Значит, на пол... Оно, кстати, полусухое, замечу, это не брю Вот, дальше Дальше мне, конечно, понравилась вот эта вот кава Потом мне понравилась вот эта Франция Вот, дальше, наверное, вот эта Франция Потом Тбилиси и на последнем вместе Занин Хотя... Не, я вообще удивился с вот этого То есть у меня прямо в голове такая ценка сыгралась То, что человек почистил яблоко А кожуру вот оставь, сделай из нее шампанское Вот А потом ты говоришь сцену тысяча с чем-то И я такой, как? Как вы ее так продаете? Да, у тебя сколько степеней сейчас? Ну, не знаю, 600 рублей, что-то такое Понятно Ну, за два месяца заработаешь Вот, по одной бутылке Да Я хочу В смысле, по три вот таких, я бы сказал Друзья, вы посмотрели уже 20-й обзор игристых вин Можете зайти На самом деле, у меня на канале есть плейлисты Можете посмотреть предыдущие Тем более, что мы начали снимать 5 лет назад И там забавно смотреть цены, которые были 5 лет назад Но, кстати, не на все они прям выросли дико То есть иногда прям можно даже за эту цену даже что-то увидеть А иногда дешевле Вот, но нам всегда приятно, что вы смотрите наш канал Несмотря на обилие других каналов Несмотря на обилие каналов каких-то непонятных людей Которые раскручиваются по известному способу Значит, хочется считать известным То сначала ты просто кроешь каналы известных людей Ты просто их проклинаешь, чтобы был хейт и так далее Чтобы к тебе пришли люди, возмутились Почему ты говоришь, что черский козел Или еще что-то Потом ты пытаешься что-то продвигать свое Просто я когда вижу, что YouTube мне показывает Кого еще смотрят мои зрители У меня волосы дыбом встают Потому что люди, которых смотрят мои зрители Они, половина из них начала с того Что они просто опускали меня, Мишу, моих спикеров В общем, всех Ну мы, конечно, верим, что они не справятся Нет, они не справятся, они конченые дебилы Ну а как может человек исправиться, который начинал с этого? Нет, давайте так, зрители Все, кого вы смотрите, не особо конченые дебилы Вы смотрите тех, кого им нравится Там есть нормальные каналы Есть нормальные каналы, да Но среди них есть просто абсолютные ублюдки Которые начинают вот этими методами раскрутки И, кстати, они добиваются успеха Потому что в соцсетях Больше всего просмотров, лайков, показов и всего прочего Собирают какая-то ненависть, когда люди Потому что зрители могут ответить на ненависть Ненависть отвечает на ненависть Точно так же, как вы любите все эти телешоу Где все эти семьи ругаются, бьют друг другу мордой У меня на канале этого нет У меня добрый, позитивный канал Он никогда не станет миллионником Никогда у нас не будет безумных просмотров Потому что мы просто создаем теплую, добрую атмосферу Никого не ругаем, никого не отпускаем В смысле не станет миллионником? Вообще никогда, да? Без шанса Нет, если мы только с тобой не разругаемся Если ты не заведешь отдельный канал Который будет называться «Мой папа-козел» И будешь говорить, что папа пробует дерьмо А я вот тут распробовал, соответственно, из банки газированный коктейль Который в разы лучше Особенно если туда добавить скипидары Вот тогда да, тогда будет, соответственно Отцы и дети Вот этот конфликт будет Без конфликта это вообще никому не интересно Ну как? Вот, ладно Мы, наверное, в новом году постараемся придумать какой-нибудь конфликт На кого-нибудь тоже наехать Не знаю, кого-нибудь там выпускать Не знаю Хотя вот это вообще не мое У меня это будет получаться плохо и не получится Вот, поэтому пока наслаждаюсь То есть вы в прямом эфире, да Да, поэтому пока наслаждаюсь добротой Позитивной атмосферой Вот, и я вам всем желаю, чтобы у вас и дома была позитивная атмосфера Чтобы вы не ругались Чтобы вы, ну, вот, помирились бы вот уже за новогодним столом За бутылкой И сохранили бы эту ситуацию, да Нажали бы сейф, да И ты говоришь, что так, все, жена, теща, все У нас все хорошо, мы друг друга любим на самом деле, да И вот мы так попробуем целый год продержаться Тем больше, как Новый год встретишь, так его и проведешь Поэтому пройдите, пожалуйста, в доброте, в мире, в согласии Чтобы все у вас было хорошо, все были здоровы Вот, и все были счастливы Чтобы все были здоровы, пожалуйста, да Вот сейчас по магазинам ходите в масках, да А еще желательно носы мазать эксалиновой мазью Потому что она предотвращает попадание некоторых микробов к вам сразу И самое главное, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новое видео Точно, да Ну и, конечно, мы будем признательны за лайки, репосты Вот, и я сейчас попробую, наверное, еще раз прикрутить QR-код Которым так никто и не воспользовался, да На самом деле, это очень просто Если вы хотите поддержать канал, вы можете просто вот нажать паузу, да Навести на этот QR-код, который сейчас появится, да Вот, и просто там переселить любую сумму, хоть рубль Даже убедиться, что это работает Вот, но также ссылки на всякие другие способы отправления донатов есть в описании ролика Всегда рекомендую читать описание ролика, потому что ссылки полезные, и они вам пригодятся Все, вам самого доброго, до новых встреч До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok